Сергей Тавлатов, Зона. Записки надзирателей. Дорогой Игорь Маркович, рискую обратиться к вам с деликатным предложением. Суть его такова. Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку. И все три года как можно быстрее. Более того, именно Зону не следовало напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное писательство. Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать. Мотивы отказа почти стандартные. Вот, если хотите, основные доводы. Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта. Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование? Да и книги им наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я уголовный. Солженицын был заключенным. Я надзирателем. По Солженицыну лагерь – это ад. Я же думаю, что ад – это мы сами. Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын – великий писатель и огромная личность. И хватит об этом. Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является. Это своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов. Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой, соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется, в общем-то, единственная банальная идея, что мир – абсурд. Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм. Тогда я попытался навязать им зону в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно. Что публика жаждет романов и эпогей. Дело осложнялось тем, что зона приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микропленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось провести мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе. В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое. Местами пленка испорчена. Уж не знаю, где ее прятали мои благодательницы. Некоторые фрагменты утрачены полностью. Восстановление рукописи с пленки на бумагу – дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью – это нелегко. И, кстати, недешево. На сегодняшний день восстановлено процентов 30. С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму на прокат фотоувеличитель. Может быть, нам удастся соорудить из этого законченное целое. Кое-что я пытаюсь вспомнить своими безответственными рассуждениями. Главное, будьте снисходительны. И, как говорил ЗК Ахамраев, отправляясь на мокрое дело с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok